Прогулка под обстрелами. Каждый день семья прищепы из прифронтового Мироновского. Опасаются за свои жизни. 12-летний Кирилл болен аутизмом. Мальчик не реагирует на взрывы снарядов и постоянно просится гулять. На отказы реагирует агрессией. Справиться с внуком пенсионеры не могут. Помогают только лекарства, но необходимых средств в семье нет. Историю продолжат наши корреспонденты. Это центр поселка Мироновское. Возле разрушенных зданий ежедневно гуляют бабушка и дедушка с внуком. Даже звуки обстрелов их не останавливают. Уговорить 12-летнего Кирилла остаться дома невозможно. У него тяжелая форма аутизма и умственной отсталости. И что такое война, он не понимает. Как обстрела нет, мы стараемся быстренько обойти, где он хочет погулять. Бывало, что он бегает в бомбовое бежище. Каждый день мальчик расписан по часам. Это привычка у него с детства. Он живет в своем мире. У него совсем другие понятия. Первые признаки болезни появились в младенчестве. Ребенок не реагировал на происходящее вокруг. Бабушка забила тревогу. Был салют, и вот ребенок не высказал никаких эмоций. Кирилл не разговаривает, издает только звуки. Ходит на цыпочках. Мария Ивановна уверена, жизнь загубила родная мать. Она увлекалась спятыми напитками. И увлекалась она и во время беременности. Было просто кислородное голодание, когда ребенок развивался. Прав на сына женщину лишили спустя 6 лет. Ее родители сразу забрали внука к себе. Вот белочка, да? А вот котик, вот цыпленочек, смотри какой. Таким спокойным Кирилл бывает не всегда. Приступы неконтролируемой агрессии возникают внезапно. Когда приступ огреется, ребенок становится очень сильным. И мы еще как бы управляемся с ним. Пока еще 12 лет ему, то дальше не знаю, как будет. Справиться помогают только уколы дорогостоящего успокоительного. Но приобрести его пенсионеры не могут. Мы не могли это лекарство нигде достать. Мы звонили Артему, что там вот это все. И даже в Киевдепартаменте здравоохранения не выделили ни деньги на покупку этих лекарств. Девчата говорят, звони Эхметову. Мы позвонили. В течение двух недель мы получили это лекарство. Этого запаса хватит на три месяца. Это очень большое, огромное ему человеческое спасибо. Потому что без этого лекарства мы не можем. Мы не можем. Это крики. Это приступы агрессии. Это на улицу нельзя выйти, потому что он кричит. Благодаря препаратам у мальчика есть шанс развиваться. Давай, выкладывай по одной, сейчас будем вместе считать. Дані препараты направлены на то, чтобы блокировать агрессию. А найголовнейшее, они допоможут дитине стати более спокойнейшую. Чтобы в будущем удастся возможность дитине навчаться. Помощь лекарствами штаб Ахметова оказал уже семи с половиной тысячам человек. Почти половина из них – дети. Оксана Корчма, Татьяна Блинова, Евгений Якунин, Владимир Конопля, Телеканал Донбасс. Продолжение следует...